Подпишись на официальный канал Александра Хакимова, чтобы найти ответы на свои вопросы. И поделись этим видео с друзьями. С апатией что делать? Есть ли в текстах, которые вы изучаете, конкретный, может быть, аналог, термин, понятие и выход из этих вещей, как преодолеть уже не кризис, а апатию? Собственно, вот это и есть как бы продукт кризиса. Кризис именно в этой атмосфере. Кризис. Следствие, да, это апатия. Это симптом кризиса апатии. И антоним этого понятия это энтузиазм. Активное состояние, хочет что-то делать, это показатель веры в симптомах. Значит, апатия это безверие, энтузиазм это вера. Счастье это вера, апатия это результат несчастья, неудачи. Можно заметить, когда человек вкладывает какие-то силы с надеждой и вдруг не получает результата. И вот не хочет, не знает, что делать, теряет силы, теряет энергию. Не хочет не разговаривать, ничего ему не нужно, не есть не хочет. Апатия, у него как бы наступает такой коллапс. Всех даже функций в теле, даже аппетита нет, скажем, спать сложно, становится все трудно. Вот это состояние ума, апатия, это безверие. Потому что, поэтому как бы жизнь цивилизованная начинается с веры, именно говорится в древних писаниях. Вера первый шаг. А вера дает возможность нам обратить внимание на людей возвышенных. Откуда эта вера исходит? Мы же кого-то слушаем, в кого-то мы должны поверить. Какие-то хорошие вещи, которые проникнут в сердце, и вот это вера значит. То есть мы должны научиться верить в хорошие вещи. Ну а что покажут делать, если мы хотим верить в хорошие вещи, но их мало. Вот кризис, допустим, ну все, перекрыло это, все хорошее, скажем, да, или вот развод в жизни. Перебил все хорошее вообще. Или сумму большую потерял денег, обанкротился. Перебил все хорошее, перевесил это, негативное. Поэтому говорится, что верить нужно не в деньги, не в бизнес, не в жену, не в мужа, не в страну. Потому что все может измениться. Страна была социалистическая, стала капиталистическая. Потом неизвестно, какой еще станет. Мы живем в мире таки. Верить нужно в абсолютную истину. Вот это стабильный энтузиазм. И тогда эти все перемены мы научимся преодолевать собственной энергией, не ожидая помощи. Апатия, беспомощность. И мы ждем, может быть кто-то поможет, может что-то изменится. В состоянии апатии можно прожить всю жизнь, в ожидании имеется. То есть я функционирую бездумно, с работы на работу, и жду, когда же все будет лучше. И когда улучшение наступает год за годом, десятки или десятками лет, моя апатия переходит в человеконенавистничество. Я не люблю жизнь, не люблю людей. Даже близких людей. Понимаете, как глубоко, как это, вот это важный момент. Апатию, вот это безверие, нельзя пропускать в сердце, говорить. Сердце нужно пробудить, поддерживать верой. Этузиазм, энергию, счастье. Вера, получается, блокирует апатию. Вера, да, она, как бы, ну, вакцина против, противоядие, скажем, не проникает инфекция. Апатия тоже инфекция. Это пассивное состояние беспомощности, где человек должен получить именно поддержку, помощь, если неоткуда он гибнет. Он просто гибнет.